Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с Тимми, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про медицинское обеспечение, в частности, про детей до трех лет, про мамочек, про беременных женщин и так далее, про льготы, рецепты и прочее. Если у вас какие-либо имеются вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Людмила Сергеевна Седлова. Добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Сергеевна заместитель председателя комиссии, которая как раз-таки здравоохранением занимается. И, кроме того, сегодня Надежда Николаевна Котовича там приехала, заместитель председателя вообще общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. Надежда Николаевна, Людмила Сергеевна, есть некоторые льготы у нас в государстве, льготы, в общем-то, существующие уже не первый год, о которых, к сожалению, многие почему-то не знают. В частности, это касается бесплатной рецептуры, в частности, для детишек, которым еще не исполнилось три годика и так далее. Если можно, я просто знаю, что не так давно у вас был круглый стол на эту тему, давайте мы этот вопрос поподробнее поднимем. Действительно, что это за рецепты, кому их могут выписывать и кому они вообще могут понадобиться? Ну, у нас в Московской области действует закон о мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области. Согласно этому закону детям от до трех лет, а многодетным семьям детям до шести лет, можно и нужно выписывать на определенный перечень медицинских препаратов бесплатные рецепты. В этот перечень входит 57 наименований медицинских препаратов. Ну, что это за препараты? Это препараты широкого действия. Вот все, как говорится, что может заболеть у детей, начиная от горла, это и жаропонижающие, и противовоспалительные, это и различные капли, это и различные микстуры, это, в общем, огромный спектр препаратов. Ну, сами представляете, 57 наименований препаратов, на которые можно выписать бесплатный рецепт для семьи. А что это вообще за препараты? Это самые экономные в плане расценок варианты по своим категориям? И вообще, вот что, откуда эти лекарственные средства приходят, российские или импортные? Да, когда мы ознакомились со списком этого препарата, нам дали его в управлении здравоохранения, и обратили на тот момент, что это не все препараты нашего российского производства. Там есть много препаратов импортного производства, и причем, по всей вероятности, препараты такие достойного действия. То есть, не то, что там вот анальгин, там вот, детям не приписывают эти препараты, но я аналог просто провожу, анальгин, цитрамон. Это такие препараты, которые действительно влияют на выздоровление ребенка в том или ином случае заболевания. То есть, препараты-то все такие существенные. И именно, вот почему мы выбрали именно тему сегодняшнего эфира, вот эту, потому что в основном, в основном, общественная палата работает над теми вопросами, которые максимально поступают обращения в общественную палату. И вот на сегодняшний день очень много обращений в комиссию именно по вот этому закону по Московской области, по социальной поддержке детей. От семей с детьми. Да, и семей с детьми. И многие родители прослышаны об этом уже, прослышаны, и они задают вопрос, почему нам не предлагают и не выписывают вот эти рецепты. На основании этого комиссия составляет план на месяц, и мы решили провести мониторинг детских медицинских учреждений, опросить основную массу родителей, основную доступную там массу родителей, действительно вот выписывают этими препараты, поговорить с руководителями медицинских учреждений, почему не выписывают или выписывают, что этому мешает. И мы эту работу провели. На сегодняшний день по мониторингу медицинских детских учреждений основная масса родителей, основная масса родителей об этих рецептах не знает. Несмотря на то, что в каждом медицинском учреждении, на стенде, а стендов у нас очень много в медицинских учреждениях, может быть из-за этого они не обращают внимания на то, что есть информация, что детям, вот именно согласно этому закону, значит, по социальной поддержке Московской области, могут выписать бесплатные рецепты, и даже рядом висит список этих препаратов. А должен ли терапевт на эту тему консультировать человека, который к нему приходит? Конечно. В общем-то, ну вот, как вы думаете, должен? Конечно же должен. Но при той загруженности, которую на сегодняшний день... Испытывают педиатры? Да, педиатры, когда они в день обслуживают 35 человек, они за смену 350 детей принимают. И 30... А их в смену работают 10 человек, 10 педиатров, да? Вот сегодня мы разговаривали с заведующим, заместителем, начальником, главврача Одинцовского ЦРБ, это с Чуприковой Ниной Павловной, и она нам сказала, что у педиатров большая загруженность, очень большая. И, конечно же, выписать этот рецепт не составляет никакого труда. Да, пожалуйста, они выпишут. Это ничто не влияет. Это ни на что не влияет для педиатра. Ни на его заработную плату, там, они... Но только влияет на время. На время. И поэтому, конечно, из-за этой загруженности они порой упускают этот момент. То есть наши жители Одинцовского района просто должны знать, что они имеют право попросить выписать этот бесплатный рецепт на детские препараты. Скажите, пожалуйста, речь идёт о широком спектре препаратов, да? Конечно, да. Широком. Широкие. Это и жаропонижающие, и обезболивающие, и противогриппозные. Детям анальгетики нельзя. Ну, значит, и противовоспалительные, и обезболивающие, и микстуры, там, от кашля. Ну, я смотрела этот перечень, я вот даже выписала, могу зачитать его, но... То есть, фактически, речь идёт действительно о самого разного рода заболеваниях. Конечно, конечно, конечно. Они начинают простуду и заканчивают чего-то серьёзного, не дай бог. Конечно, конечно. Но здесь вот, знаете, это вот первая категория, да, которую вот мы сделали, что основная всё-таки масса, да, родителей не знают этих рецептов. Есть часть, которая знает об этих рецептах, но говорит, знаете как? Да, вы знаете, действительно, мы об этом знаем, нам пару раз выписывали, но мы приходим в аптеку, этих препаратов нету, зачем нам это надо? То есть, нам нужно сейчас... А в любой ли аптеке вообще можно по этим рецептам получить... Нам нужно всё сейчас, в одном месте и немедленно. Но, к сожалению, вот так не получается. У нас существует ряд аптек, причём это не социальные аптеки, они сейчас называются государственные аптеки, государственные аптечные пункты, которые вот существуют, вот на сегодняшний день такой государственный аптечный пункт, на Говорова-10 в детской поликлинике, на Маковского-22, поликлиника номер 3, в Ново-Ивановском, в Горках-2, в Голицыно, в Краснознаменске. То есть, такие аптеки есть. И если на сегодняшний день выписали вам этот рецепт, вам рецепт, в этот рецепте, например, несколько номинований, вы пришли при поликлинике, а ещё в сельских поселениях. В сельских поселениях тоже есть. Вот эти государственные аптечные пункты, где эти препараты есть. Я вас на секунду прерву, Людмила Сергеевна, скажите, а где, в принципе, можно узнать список адреса конкретно этих аптек? Есть они тоже в поликлинике. В той же поликлинике. На стенде, да, на стенде висят вот перечень этих. Сообщение есть обо всём. Вот вы знаете, посмотришь на этот стенд и понимаешь, что мне всё ясно. Присутствует человеческий фактор. Мама с больным ребёнком бежит. Она что, смотрит на стенд? Нет, конечно. Врачей здесь обвинять нельзя, ни в коем случае. А потом врач, он знает этот список лекарств. Но он же врач, он понимает, а может быть из этого списка лекарства и не помогут в данном случае. И поэтому он пишет, выписывает свои платные рецепты. Это нормально, абсолютно. Не платные рецепты, а которые препараты. Ну, такое может быть. Но всё-таки, но всё-таки основа-то в чём? Основа в том, что мамы могут получить рецепт на бесплатные вот эти препараты. Они могут. А как долго эти рецепты действуют? В течение месяца. И если, например, вы зашли в аптеку, в аптечный пункт при поликлинике, в амбулатории, в поселении, да, и нет этого препарата, но у нас же есть в Одинцово телефоны горячей линии. И эти телефоны горячей линии работают у нас с утра и до вечера, в которые постоянно, можно сказать, ну, быстро можно получить информацию о наличии того или иного препарата, в какой аптеке он имеется. И, пожалуйста, послать папу или других родственников, или даже соседей. То есть мы считаем, что в этом-то загвоздке нет. Но вот когда мы получили вот этот сигнал, что зачастую вот этих препаратов в государственных аптеках и аптечных пунктах нет, мы решили провести мониторинг и государственных аптек. Мы сейчас возьмем вот этот перечень 57 наименований, придем в аптеки и проверим, какие вот в этих пунктах, аптеках есть наименования и сколько их сделаем мониторинг. И если только это соответствует действительности, то как вы думаете, мы на этом остановимся? Нет, конечно, мы сразу напишем письмо МОСОБЛМЕДСЕРВИС. Почему они не выполняют вот этот заслон? Ну, давайте мы не будем о таких жутких методах воздействия на наши госорганы. У меня к вам немножечко другой вопрос, скажите, вот по этим мониторингам, да, по этим, скажем, вашим языком, рейдам, да, сколько человек принимает участие? Ну, у нас принимает разные. Вот два-три, я просто и подумал, смотрите, вы сказали, что там 57 наименований, я чувствую, что из самих аптек немало, явно больше 10, явно больше 30, 5. Но в комиссии работают, знаете, сколько членов? У нас члены есть из Скубинки, есть из Никольского. То есть есть эксперты-консультанты и просто неравнодушны людям, которые не доверяются. Конечно, конечно. Хорошо, я просто представил, как вы ходите по всем этим аптекам, я думаю, господи, какая работа? Нет, мы разделяем работу. Ну, за три года-то мы уже наработали опыт и людей привлекаем, поэтому... Если выяснится, что в какой-то из аптек нету по какой-то причине того или иного наименования, что будете делать? Насколько они вообще обязаны их закупать? Ну, вы понимаете, это государственные аптеки, они работают именно на этих бесплатных рецептах. И если у нас, мы и так считаем общественники, и если у нас существует закон в Московской области, значит, этот закон должен выполняться. Правильно? Вот мы и будем требовать, чтобы этот закон выполнялся. Есть еще одна довольно злободневная тема. Это бесплатное молоко для беременных и кормящих матерей. Не так давно, знаю, случилась у нас в районе довольно щекотливая ситуация. Общественная палата в том числе разбиралась в проблеме. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, посмотреть, что же именно произошло и чем в конечном счете все закончилось. Директор Центра муниципальных закупок Одинцовского района пояснил, что временная задержка с выдачей питания беременным женщинам и кормящим матерям была вызвана подачей жалобы одним из поставщиков Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Жалоба была признана необоснованной. Соответственно, затянулась эта процедура. В настоящий момент по решению УФАС во Московской области внесены необходимые изменения, которые они сочли нужными, в техническое задание. И в течение апреля месяца конкурентным способом будет проведена данная запутка. Чтобы не было вот этой задержки, мы решили вопрос, заключили договор с единственным поставщиком как раз на апрель месяц, пока у нас идет конкурентная процедура, аукцион. И в апреле она будет проведена, и, соответственно, заключены контракты на основании аукциона. Получение детского питания является весомой поддержкой для молодых семей. Мария Почевалова, мама двухлетней малышки, отметила, что такая помощь просто необходима. И на то есть свои причины. Я думаю, сейчас, когда ребенку уже исполнилось два года, эта помощь не просто весома, она просто необходима. Потому что после полутора лет мама перестает получать выплаты. Выплаты равняются 50 рублям за месяц. Поэтому питание, которое выдается, для меня хорошая поддержка. Пусть это будет не очень большая сумма, приходится все равно что-то докупать самостоятельно. Но сэкономленные деньги можно пустить, например, на новое платье ребенку. Всего по Одинцовскому району питание полагается более чем для 7,5 тысяч человек. Из 29 пунктов выдачи 5 расположены на территории города. Остальные находятся в других поселениях. В перечень продукции входят молоко питьевое пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное, консервы на фруктовой, овощной и мясной основах, сок яблочный восстановленный, соки фруктовые и фруктово-овощные, молочные сухие каши и смеси, а также продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка. Как отмечают молодые мамочки, продукция высокого качества и является привычной для их малышей, что и сами дети подтвердили, не успев отъехать на своем транспорте от пункта выдачи детского питания. Если ребенок привык пить одно и то же молоко или есть одно и то же пюре, то, соответственно, когда ты вводишь новый продукт, может возникнуть аллергическая реакция. Это у каждого ребенка. И вводить его нужно аккуратно и постепенно. Но это то же самое, как начинать 7 месяцев прикармливать ребенка. Поэтому если он ест одно и то же пюре, то он и должен его одно и то же пюре есть. Необходимую информацию можно получить в отделе по жилищным субсидиям и социальным вопросам администрации Денцовского района по телефону. 8-495-593-33-31. Ну что же, вот такая ситуация не так давно сложилась у нас в Денцовском районе. Тем временем мы приветствуем еще одного гостя в нашей студии. Тамара Владимировна Гульбина сегодня к нам приехала. Это эксперт-консультант общественной палаты. Добрый вечер. Добрый вечер. Тамара Владимировна, ну по поводу бесплатного молока давайте еще раз обрисуем ситуацию. Что это вообще такое, где женщины могут получить его, нужно ли писать какие-то заявки, получать опять же какую-то, ну не рецептуру, конечно, но направление, какие-то инстанции и так далее. И что вообще с собой нужно иметь? Ну женщина, когда приходит на прием гинекологу, наверное, беременная женщина, то ей гинеколог, как правило, должен сам сказать о том, что положено бесплатное молоко, выписывают рецепты. То есть рецепты, если не ошибаюсь, до 10-го числа каждого месяца выписывают и дают мамам рецепт. И женщины, которые уже родила, то есть они уже получают у педиатра направление на бесплатное молоко. Как часто получается молоко женщина может получить? Ну раз в месяц. Раз в месяц? Раз в месяц. А партия какова? Какие там объемы? Надежда Николаевна. Ну вот беременным женщинам сумма 239 рублей в месяц. Это молоко 3,1%, 1 литр. По одному литру 2 пачки. Сок, одна пачка полулитровая. Ну и там меняется, там творог, то творог, то сок, в зависимости от того, что видно. Я смотрю, что нужно на сегодняшний день мамочке будущий творог, значит, творог выписывает сок, сок, вот врачей каждый месяц выписывают. Ну, к сожалению, вот сумма эта небольшая, наверное, на 239 рублей. Но все равно приятно. Вот мы тоже провели мониторинг среди женщин, женской консультации. И вот здесь уже все однозначно знают об этом, все мы эти рецепты выписывают. И все мамочки говорят, конечно, это небольшая поддержка, но это очень приятно, что государство в какой-то вот мере о нас заботится. Что касается камня, чехла... Если можно, я секундочку вас прерву. По поводу качества этой продукции, ну, я так понимаю, это все российского производства. Савушкин продукты. С российского производства. Если возникают у родителей сомнения в качестве данной продукции, вообще такое часто случается? Вы знаете, нет. Потому что на вот эти раздаточные пункты обычно завозят хороший, качественный продукт. А если, например, у нашей телезрительницы какой-либо появились сомнения в том, что действительно молоко качественное, они могут к вам обращаться? Вы как-то можете проверить поставщиков и так далее? Ну, они могут обратиться с заявкой, да, с обращением в общественную палату. Конечно. А мы в администрацию, потому что именно этот вопрос курирует у нас администрация. Не медицинские учреждения, а администрация. Что касается вот кормящих мам, эти рецепты, правильно Тамара сказала, выписывает у нас педиатр. Педиатр, им уже в месяц положено 630 рублей. Значит, 6 пачек литровых молока, 6 уже пачек молока, сока 5 пачек, ну, небольших, да, по 0,2 литра. Это все месячные нормативы сейчас озвучиваете. Да, да. И тоже меняют там сок или творог, могут поменять. И тоже рецепт выписывается ежемесячно и получают от пункта раздачи детского питания. Давайте тогда вернемся к основной теме нашего сегодняшнего эфира. Это, собственно говоря, детишки до 3 лет и бесплатная рецептура. Насколько я знаю, не так давно у вас круглый стул проходил по этому вопросу. Там присутствовали и представители от управления здравоохранения и так далее. Можно ли в двух словах обрисовать, что вообще там обсуждали и каковы результаты? Да, Тамарочка расскажет. Давайте. Ну, обсуждается вот именно главная тема, это то, что касается бесплатных лекарств. Это лекарств для детей до 3 лет и детям из многодетных семей до 6 лет. Обсуждается тема у нас по узким специалистам. Вот именно то, что у нас нехватка сейчас происходит в поликлиниках узких специалистов. И нововведения, которые у нас сейчас произошли по системе врач-врач. По бесплатным лекарствам для деток, здесь вообще перед тем, как получить лекарства, мамочка приходит к врачу, она должна обязательно заявить о том, что поставьте меня в реестр включить именно то, я хочу получать бесплатное лекарство. Потому что в этом реестре, если включен, то перечень, то есть заказ в министерство, большее количество бесплатных лекарств будет. В аптеке. Почему так, когда мы задали вопрос, министерство, почему так мало лекарств выписывается у нас? Нам сказали, потому что мамочки не изъявляют о том, что они хотят получить эти лекарства. Вот в этом мамочке, пожалуйста, если вы являетесь ребенком, то есть если вы являетесь мамой ребенка до 3 лет, или у вас есть детки до 6 лет, и вы являетесь многодетной мамой, то при посвечении врача говорите о том, что вы хотите получать именно лекарства бесплатные. Если вы пришли в аптеку, и в аптеке нет лекарства, отдайте рецепты в аптеку, и вам в течение недели должны будут это лекарство доставить. Прямо с доставки надо? Нет, ну и конечно, не с доставки. Просто мамочка сама приходит, конечно, и через звонят, и говорят. И сообщают о том, что пришло. Могут привезти в течение дня, 2-3, но его обязательно привезут в эту аптеку. Так, хорошо, понятная история. В том, что касается непосредственно участия представителей нашего здравоохранения и так далее, они, я так понимаю, по большей части просто консультационную поддержку оказывали вам и другим представителям, участникам круглого стола, правильно? Или там все-таки были действительно какие-то острые вопросы, которые вы вместе согласовывали и вырабатывали какие-то дальнейшие проекты? Ну, первое, это информационная часть, да, то есть это донести до наших родителей, да, о том, на что они действительно имеют право. То есть потому что вот даже мониторинг, который был приведен сегодня, то есть показал о том, что очень многие родители не знают о том, что им положено. Не осведомлены. Да. И на этом круглом столе, конечно, как вот никогда было очень много представителей медицинских учреждений, все главврачи наших больниц, правда? Да. И начальник управления здравоохранения, и заместитель. И, конечно, очень многие вопросы, такие острые вопросы, которые на сегодняшний день существуют, были приняты по ним решение, были приняты по ним решение даже по узким специалистам. Вот сейчас у нас в район, ну, несмотря на то, что не так много денег, да, медики находят пути решения этих вопросов, они заинтересовывают любыми судьбами, вплоть до того, что снимают медикам квартиры, предлагают все условия. Но на сегодняшний день существует такая проблема, что заработная плата медиков в области на порядок ниже, чем в Москве. И из-за вот этой территориальной, можно сказать, неудаленности, близлежащая Москва, и, конечно, все специалисты стараются выехать работать в Москву. То есть, еще раз, для наших зрителей обрисуем проблему. Педиатр может назначить, конечно же, если ребеночек заболел, пришел, опять же, мы говорим сейчас уже не о детях до 3-х лет, мы вообще говорим о детях, правильно? Да. Ну, может назначить ему направление на специалиста прием к специалисту узкой специальности, и проблема в том, что именно для детей таких специалистов не так много. То есть, приходится записываться к профильному специалисту, уже из взрослой поликлиники и так далее, правильно? А есть ли какие-то пути решения, которые на сегодняшний день наши власти имеют в голове, в памяти и так далее? Что они вообще планируют с этим делать? Ну, что они планируют? Во-первых, вот сейчас уже было принято решение такое, что в поселениях, где действительно нехватка этих специалистов, направляют к нам в поликлинику, правильно? В детскую поликлинику. В детской поликлинике, если это экстренная площадь, помощь, то вот необходима помощь специалиста экстренная, то в течение дня эту помощь и консультацию этого специалиста организовывают. Как это делает Чуприкова Нина Павловна? Она говорит, я кость не лягу, но этот специалист этого ребенка сегодня просмотрит. Если же это профилактический осмотр, и при профилактическом осмотре тоже назначают специалиста, уже врачи, то это тоже делается, стараются в ближайшее время. Если же педиатр осмотрел больного ребенка, и он считает, что этому ребенку необходим осмотр, например, невропатолога, то в течение двух недель. Ну, это как раз и есть система врач-врач, которая сейчас... В течение двух недель ребенок получит консультацию у этого специалиста. Здесь нужно еще понимать, что сейчас, да, вот по этой системе врач-врач, врач обязан записать, да, вот мамочек сам на очередной прием, а также он должен записать вас именно на прием уже к профильному специалисту. То есть мамочка не должна выходить из кабинета до тех пор, пока она не получит дату и время посещения. Или очередного приема, или профильного врача. Независимо, где вы в поселении, в Никольском, в Кубинке или где. Но врач в этом поселении вам скажет, обязан вас довести до сведения, когда вас примет такой или такой специалист. Потому что не все же специалисты узкие могут принимать и взрослых, и детей. Есть такие специалисты, а их пять. Это стоматолог, хирург, невропатолог, эндокринолог и кардиолог. Это только детские специалисты. То есть детский кардиолог, взрослый кардиолог не может осматривать ребенка. И это детские только специалисты. Как поступить в том случае, если действительно приходится именно к этим специалистам выбивать направление? Да, выбивать ничего не приходится. Хорошо, не приходится. Вот вы только что обрисовали. Приходится вот к этому специалисту записываться. Взрослого специалиста нет, детских мало. Какой алгоритм поведения у мамы? Они приходят к терапевту. И вот, к сожалению, врачи все на этой встрече даже, они все высказывали недовольство о том, что у нас родители стали сами все врачами. Мы все сами стали себе врачами. Приходят родители и говорят, вы знаете, мне нужен невропатолог, мне нужен кардиолог. А когда врач-педиатр осматривает, ему нужен не кардиолог, а невропатолог опять. Или там другой специалист. То теперь уже каждый родитель не может сам выбирать, что мне нужен такой специалист. Только педиатр назначает консультацию у специалиста. И уже это не ваш вопрос, и не мой, и не Тамарин. Это вопрос педиатра. Она записывает вас и вашего ребенка на консультацию к этому специалисту. А вас только осведомляют. Ну, то есть главный момент тут в том, что если действительно речь идет о профилактическом осмотре, ну, либо о каком-либо другом, главное, несрочном. Да, несрочном. По сроку тут имеется, да, пара недели. Да, да, да. А в том же главный момент, в том случае, если действительно это резкие боли какие-то, или еще что-то, стоматолог, например. Экстремные, будем говорить, экстремные. Да, да, или подозрение на то, что действительно там исполнительный процесс. Это в этот же день. Вне зависимости там от очередей в поликлиниках и так далее. Да, да. Да, консультацию получаешь в этот же день. Ну что же, я вас понял. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Тема нашего здоровья. Ну, тема абжурдная, конечно. Еще есть очень много тем, которые мы уже обсудили. Мы бы хотели обратиться, если у нас есть время, к молодым специалистам, которые на сегодняшний день учатся в медицинских учреждениях Москвы, чтобы они приходили работать, конечно, к нам в Одинцовский район. Потому что понятно, что заработная плата может быть у нас на порядок и ниже. Но в зависимости от того, от стажа, от категории, которые они будут получать в процессе своей медицинской деятельности, заработная плата у них будет повышаться. И, в принципе, на сегодняшний день у медиков у нас заработная плата достойная. Не будем говорить о ней сегодня, но она достойная. Мы надеемся, что они к нам прислушаются. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о вопросах медицинского обеспечения, говорили о младых мамах, говорили о ребятах, которым еще даже трех льгодиков нет, но которым, тем не менее, могут понадобиться медицинские какие-либо средства. Если у вас какие-либо вопросы остались, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Или можете напрямую сразу обратиться в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же имеется адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова